всем привет ну вот это уже последний месяц этого года и нам epic раздает очень большой комплект ассетов которые можем забрать сейчас я расскажу о первых пяти и потом посмотрим все остальные 1 это у нас стилизованная динамика такая природ когда не очень я вам сразу забегу скажу давайте посмотрим как видите да вот у меня уже справа fps стоит и мы можем посмотреть что это вообще такое выглядит конечно это стилизованно но fps он конечно живет динамически широко так коллизия мешает даже у деревьев к есть коллизия прикиньте вот так вот давайте посмотрим что у соседка с сеткой соседкой что-то у нас тоже и происходит это да вот это жесть короче здесь все нормально относительно ну и естественно у нас по материалам какие-то проблемы с водой с облаками но они прозрачные скорее всего облака из-за этого они прям жутко съедает все ну вода вы сами видите да в плохом состоянии но близким хорошему конечно но все равно так здесь я особо даже показывать ничего не буду это не оптимизированная штука так что даже если используете но придется самому что-то удалять редактировать но возможно если я облака сейчас удалю будет намного приятнее это у нас клауд надеюсь они объединены ну или даже пытаться я не буду окей если что сами попробуйте посмотрите так давайте приступим просмотру 2 2 вас это которая нам раздается это у нас платформенная часть то же самое стилизованное кубическое вот такого же вида сейчас ее загрузим это у нас платформер стилис мэп давайте первое посмотрим карту но в такой вариант играется вот с такого ракурса но если что можно подлететь и посмотреть до теории можно даже и от первого или от третьего лица здесь поиграть весь монетки крутящиеся в воздухе вода сделана тоже кубически такой не до майнкрафт с одной стороны с другой стороны даже прикольнее выглядеть здесь все в кубиках на то что у нас там где-то в конце находится все отдельными частями причем это статические мышь актер да то есть не является блупринтами то есть здесь необходимо доделывать если вы хотите что-то как говорится стряпать но это я предполагаю джамп прыжок ну да джамп называется джамп от то есть персонаж можешь здесь походить попрыгать подбирать некие монетки дать вторую карту то же самое здесь moving платформа которая двигается из точки 0 точку 1 вверх она не двигается ну то есть в одном направлении и здесь тоже самое скорее всего нет это уже вверх вниз тоже двигается на за место монеток здесь уже звездочки третья все тоже самое только с возвышенностью и с лестницей но она кстати не взаимодействует видимо предположили предположили создателя что вы создадите уже из этой лестнице свою собственную механику ну и как кстати марио да когда марио прыгает на данный флагшток и получает очки чтобы он видел куда бежит так вода кубическая речка кубическая но в общем все однотипно новых механик я вот кстати вот это какая-то новая механика видимо непонятно что она делает наверх вниз это в общем какой-то как обозвать это какая-то преграда в общем ну и 5 карт вот просто прямой платформер там везде вроде джампады были а здесь просто штуки ходят из одной точки в другую точку и видимые с ними как-то надо пока она проходит в этот момент прыгнуть на нее потом прыгнуть сюда и так далее пройти в общем весело задорно интересно а мы переходим к третьему ассету это у нас тоже стилизованный трек который который можно составить различными видами да давайте тоже посмотрим на него так это у нас стилизованный трек и мы загрузим overlap map revane точнее здесь регулировать к сожалению я не могу давайте пройдем к сразу к скелету автомобиля и здесь мы увидим и его маша тоже кстати скелетные это у нас левая дверь и правая дверь то есть она открывается можно сделать анимации по открытию и так далее далее у нас сам трек так то же самое двери открываются так это у нас левая дверь так же здесь имеется руль который поворачивается и колеса естественно которые можно сделать что они крутятся не на тот крутил сами понимаете да в общем это тоже самый фургончик это двери и газовый у газового в общем ничего нету это обычный статик ну естественно она имеется вот такой вот прицепик сейчас мы посмотрим гостеприимство это такая забегаловка небольшая так как она там выглядит и с какой с каким качеством она находится сейчас мы глянем так давайте запустим так меня как-то запустило не так это мы пролетаем снаружи вот такое здание прозрачное с помощью стекол которых практически не видно а нет ну коллизии есть как минимум да и я пройти туда не могу так давайте сразу не на ту клавишу нажал давайте сразу посмотрим что у них там с полигонами по фпсу кстати прям вообще отлично 120 держит возможно и больше так это у нас ну естественно у нас прозрачно стекла прозрачные у нас немножко напрягаются но не особо сильно как и получается озеро на одном из предыдущих ассетов давайте взглянем что у нас еще есть и здесь у нас модулярный да готический храм так давайте откроем его тоже это у нас готический храм почему-то я нажимаю на ту клавишу так здесь у нас это что это плейн который находится под воду я предполагаю или это есть сама вода так по материалам естественно у нас какие-то дальние не а это короче эти скалы друг на друга заходят и естественно получается вот такие вот сложные материалы ну и здесь какие-то проблемы тоже есть либо с материалом либо с текстурами здесь накладки прозрачные из-за них так происходит ну вот как видно да то это у нас снег идет и он прямо в отличном качестве ну fps тоже кстати просаживается видимо что-то что-то влияет я не предполагаю что это те дальние горы это где-то здесь возможно вот эти накладочки непонятно модулярность ну присутствует и это отлично то есть можно что-то такое сделать так давайте сдвинем ну относительное то есть естественно это просто разрушенная часть а это можно выставлять видимо как видите да в общем это чисто для разрушенного здания нормально не получится сделать цельное предположительно давайте пройдем где у них тут находится мэша да крыши ничего нету вот это разрушенное здание можно состряпать в своем стиле в своем виде материала 2к так ну и теперь мы перейдем бесплатным на данный момент иногда они кстати становятся платными но если что успейте взять ближайшие день два это минимум иногда некоторые штуки становятся платными это вот как случилось с ассетом Blender который в Unreal встраивается так Elementus Inventory в общем инвентарь система инвентаря надо проверить но 4 человека поставила пятерочки так что скорее всего очень хорошее в общем смотрим инвентарь предположительно отлично здесь у нас дальше генератор лабиринтов он делает у нас призматический кристаллический ну это видимо виды какие-то да которые можно использовать ну да вот по структуре очень интересно вообще как он работает как он просчитывает вот эти все линии по пикселям видимо проходит как-то а потом формирует уже трехмерный объект так так animation экосистем так animation экосистем в описании интересно что у них там написано это у нас онлайн обучение ну кстати надо зайти посмотреть что тут посмотреть что тут интересного как формируется locomotion да то есть система управления персонажем и так далее мне как раз таки скоро надо будет интересно что-то посмотреть возможно гляну то же самое онлайн учебники так скажем в данном случае это виртуальное управление вот джойстиками да как на мобилке опишет структуру точнее не опишет просто покажет как они формировали это последнее время вот это вылезает часто не очень хорошо так это у нас с openxr это что-то для виртуальной реальности да да для виртуальной реальности какой-то видимо вот поток который плывет туда куда-то предположительно к сожалению VR нету проверить посмотреть не могу харизма это что у нас и отлично на диалоговая система то есть можно сделать какие-то вопросы персонажу ответу не 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 писем каким-нибудь интересно надо протестировать но есть какие-то проблемы видимо у людей один пятерочку поставил другой единицу все зависит еще а нет только у них пятая версия да он рива так базовый монтаж и причем он работает на мультиплеере так один актерский компонент с помощью которого сетки реплицированы да так далее то есть поддержка различных анимаций быстрое внедрение и настройка с помощью таблиц интересненько интересненько здесь у нас причем интерфейс работает как мы видим по галочкам да message по иконочкам message интерфейсик он отправляет это у нас с помощью нашего как раз таки actor компонента атака это что у нас это тоже атака так edit веб-браузер можно встроить веб-браузер в unreal то есть если вы что-то делаете и параллельно можете смотреть какие-то видосики интересно редактируется ли это окошечко а ну да то есть относительно редактируется да то есть здесь хоть как-то но занимает место но с одной стороны это хорошо можно где-то сделать вот небольшое окошечко и туда закинуть какой-нибудь фильмик и посмотреть так это тоже курс обучения по формирование по клипов так да с помощью анимации и с секвенс секвенсер в общем так anycode handler в общем anycode unicode правильно будет наверное это то что используется в html в данном случае как я предполагаю потому что unicode это там часто используют здесь с помощью data table можно видимо переводить его в нормальный текст или наоборот unicode китайский так очень интересно интересная вещь кстати то есть можно записать в каком-то unicode вот тот же самый китайский язык с помощью таблицы и вывести какую-то строчку надо глянуть эту штуку возможно она очень хороша может не обязательно даже в unicode писать так утилит ks для контент браузера и сцен объекта вещь очень интересная но непонятно для чего она необходима reset rename resize я как минимум это все вижу для текстур resize находится да вот как видно resize пиксели step rename это у нас тоже непонятная штука и reset это сбрасывать локацию ротацию и scale а также путь нахождение возможно тоже когда-нибудь да пригодится ну и далее здесь у нас мега гранты да какие-то это предположительно а вот harrington в общем это лаборатория хорингтона изображение растительности здесь предоставляет это вот один получается ассет это второй от них тоже самая растительность различного вида может быть нахождение даже так это уже третий ну есть некие вот прям жесткие такие полигончики прямо видно как в поле ну это AR и VR тогда понятно почему они настолько отвратительно выглядят вблизи потому что для VR обработка качественное изображение естественно не нет точнее сложно обрабатывать не то что нет сложности обработать наоборот ну вот куча растительности если какая-нибудь в лоу-поле игра в принципе я предполагаю вот это все подходит вообще категорически хорошо это у нас все тоже самое Харингтоне ужас так а этого суриката я уже видел но кстати его вот раздавали и почему-то раздают снова хотя он вроде был бесплатный либо это уже вторая часть какая-то это сюрикат демо я не помню что там было предыдущее возможно то же самое in camera v-fi x а ну это вещь интересная только у нас таких видов оборудования не существует в данном случае у меня это в общем подключается камера и на задние вот эти ячеечки да то есть типа экраны выводятся какие-то части изображений и можно сделать съемку если вы видели о да кстати вот это я про это хотел сказать то есть то есть снизу вот они накидали обычный обычного песка сзади на экран вывели изображение из анрио и в общем вот так вот сняли какой-то ролик видимо я не помню что это было это видимо то что с помощью этого работает easy locomotion toolkit это инструментарий простая система передвижения с модульной логикой быстро образуется любой персонаж с полной поддержкой сети и искусственного интеллекта какие-то сложные вопросы сложные ответы непонятно что это ну видимо какая-то locomotion система в общем это мастер дина чан он кстати очень много сейчас раздает своих ассетов как ни странно почти до конца это его ассета easy ii toolkit в общем какая-то система система это дерево поведения причем своеобразно написанное в общем давайте тоже посмотрим упрощение процесса создания в общем это я предполагаю это пресеты определенные которые можно самому расставить или же подогнать под своего персонажа снова мастер дина чан нам раздает ультра комбо систем очень очень интересно у него ассета прям разно разнообразные сейчас здесь отслеживание удара мечом видимо это это в общем коллизия удара или или непонятно что это это коллизия удара причем и кстати видите да на один меч он поставил буквально пять штук интересно интересно и возможно она как-то настраивается еще при этом давайте перейдем к следующей это у нас мультиплеер мультиплеер ragdoll видим ragdoll только уже настроенный с мультикастами в общем серверная часть пожалуйста можете реализовать какую-нибудь мультиплеер игру с помощью которой можете падать красиво это круто главное реализовать еще структуру и систему с помощью для чего вы будете падать мы стукинг мс л система меню настройка локализации так давайте глянем о ну кстати вот это вот прям вообще топово отсюда можно взять систему настроек и локализации смотрите-ка да он даже и русский показал ужас какой мастер диначан ты супер крутой так и здесь динамический рэгдолл да это у нас когда персонажа падает на какой-то предмет видимо соприкосновения или типа может упирается в какой-то предмет в общем неизвестная система может быть а кстати помните игру там такие человечки в виде не знаю тряпочек что ли так скажем цепляются за какие-то предметы там переносят что-то вот это как раз таки похожая система видимо так психокинез что эта штука означает понятно что-то видит силикинеза только психокинез ну возможно здесь кстати интересные какие-то механики есть которые можно взять на заметку и использовать в своих играх хотя звездочки имеется единица может быть кто-то не разобрался как это внедрять диалоговая система диалоговое дерево в общем так ну да диалоги 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 я здесь просто не знаю что сказать слово диалоги уже диалоговая система можно сразу либо закидывать себе либо не закидывать может может быть кому-то даже не нужно а может быть и нужно динамический QTE QTE кстати в последнее время вроде не раздавали бесплатно это уже видимо настроена QTE хотя в анреле есть вроде она как нода отдельной но там по настройкам никто особо не заморачивался не делал никогда в общем это для того чтобы вы могли постоянно нажимать там какую-то клавишу пока у вас не заполнится процент и либо в какой-то момент в секунду там надо нажать на клавишу чтобы тебя не пришибло или еще что-то в общем это вот такая QTE интересная штучка так editor interface size это у нас scale наших текстов нашего визуальной части да видите было единица нормальный внешний вид и на scale 1.65 текст увеличился это для слабовидящих предположительно ну либо для тех кто любит шрифты побольше потому что не все допустим хотят приглядываться в текст далее у нас идет школа английская вот такая вот Hogwarts на минималках прям жутко низко полигональность есть даже никаких запеканий нормали особо не видно да то есть вот здесь хотя бы могли запечь ну типа решеточки еще что-нибудь ну да у меня такое ощущение как будто это скинули из какого-то как называется там гугловский редактора это домов не помню название уже прям стопроцентно как будто оттуда да ну вот чисто вот так сверху сделать игрушечку возможно пойдет я немножко устал столько рассказывать вот в этом месяце очень много то есть как видите полностью заполненная там порядка сорока штук начали раздавать бесплатно и на этом у нас динамические частицы или актеры в общем в общем какая-то штука непонятная динамических сфер система динамических сфер а кстати меня как-то спрашивали как сделать взрыв рандомный вот пожалуйста вот она система динамических сфер скорее всего вам поможет rpg stats это у нас статистика наших уровней процентов здоровья атрибутов и так далее да то есть как вы видите видимо это все скапливается какой-то базе данных либо еще в чем-то либо это у нас ну-ка давайте посмотрим репликация идет нет сетевой репликации нету ну значит да это в каком-то экторе скорее всего либо да это либо эктор либо что-то похожее так здесь у нас биом хвойного леса так мави мави юнайтед короче какая-то организация гмбх какая-то оооо почти нам дает вот такие вот такой вот лес у меня такое ощущение что они это с фотографии предположительно ну выглядит круто кстати посмотреть бы на сеточку и на текстура прям ее это его выдох шишечки везде валяются круто-круто есть такой своеобразный стиль немножко даже не реализм но близкой к нему прям и видимо еще нескольких получается нескольких времен года ну и давайте быстренько здесь тоже пролистаем то же самое это уже не хвойный лес это уже такой обычный келесик ну тоже симпатично все выглядит даже даже болотцы нарисовали видимо существует так и и для mpc метаквиман диалоги действия общий интеллект от канвай интересно конечно взглянуть на него но у меня к сожалению столько времени нету во всем этом и разбираться здесь очень интересно предположительно хороший ассет но надо смотреть и браузер сванцевых иконок в общем если вам необходимы иконки да вот такие вот определенных каких-то символов вверх вниз влево вправо вот допустим для плеера да можно использовать это можно использовать для каких-то допустим высвечивание при наводке на предмет то есть можете посмотреть можете выкинуть допустим интересненькие правда их мало показали хотя по правому бегунку видно что их очень много там ну и последнее это у нас такая вот поляги интерактивного контроллера это непонятно для меня что это такое сенс грув загуглить если его только что это такое перчатки прикиньте да какие-то сенсорные перчатки видимо которая используется видео такие перчатки для интерактивного досок не то что даже для досок для интерактивных столов которые можно предметы прямо специальный стол есть и можно прямо в нем покрутить точнее проекции образуется и можно крутить данную проекцию ну это все не знаю насколько вот эта штука похоже на что необходимо но и я предполагаю что это просто перчатка которая как-то записывает действие что я не знаю что это такое вообще особое описание я не читал для меня это бессмысленно а на этом все в общем следующий набор ассетов мы увидим только в январе предположительно это будет у нас примерно предположительно это у нас будет либо 4 либо 5 число января ну а там в общем увидимся до скорой встречи всем пока